да практически да я объясняю технологию вы сказали первый раз меня слышите видите поэтому я сделал так это касается не только вас сейчас поймете я взял вот так вот и написал природа курского края из попросил вас подождать пока я настрою аппаратуру настроил что вы увидите потом когда я вышлю по ватсапу вы по обратились когда по ватсапу вышлю этот фильм вы будете первые зрители вы увидите на экране несколько фотографий вашей курской области красивые фотографии вот я их листаю так вот разговор будет аудио вы мне будете говорить зачем позвонили если смогу в чем-то помочь все смогу вот вот они красивые фотографии и давайте начнем разговор помните чего начали давайте помните как я ответил я повторю уже для всех это будет фильм записан благодаря вам значит так есть сын сергей и питомник я передал ему заказа принимать невестка если запомните или запишите или потом услышите 8 913 444 3178 это жена его да да это невестка татьяна александровна реализовато значит посадятся вопросы к ней но а я обычно использую вот таких как вы особенно новичков во-первых я никогда не отказываюсь от личных знаний вы скажете курска область вы даже была помните фраза такая она меня зацепила сразу а муж пытается резать муж пытается резать ваши слова да 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 ну вот я хотела сейчас продолжить как раз давайте когда вы сказали люди начинают там резать и кромсать а я вам сразу говорю что вот как раз у нас такая ситуация мы с ним иногда спорим на эту тему потому что мне не хочется резать ну это поначалу особенно было а он давай подрежем ну чтоб они быстрее ну чтоб лучше росли чтоб не загущать их они будут более на свободе имеется в виду деревья ну в итоге вот яблоня когда она у нас была не подрезанная она лучше плодоносила а когда начали ее подрезать она стала можно сказать куда зря идти и яблок мы особо не видим там несколько штук тем более она я вот не знаю у всех так яблони плодоносят год через год у нас например так так через год вы знаете у вас вы видите у вас год идет на восстановление год на работу то есть яблони начинает работать давать плоды потом снова искалечили она снова год болеет вот смотрите если взять человека яблони груши вишни каждый год вот абрикосы из трех лет два плодоносят сливы практически каждый год так вот и все сказал самое главное ну персики они капризные тут спору нет ну то что никуда не денешься через год получается у меня же не укрытое вот смотрите что такое резать если взять человек подойдет другому человеку за счет ему отрезать пальцы или уши и вот сразу слышать все дома это как видим его даже не будут ну понятно в общем не надо делать того что не желаешь сам себе да а деревья то в чем не надо я разделил я еще пару слов скажу об основе я разделил садоводство на промышленное и на частное на дачное промышленное садоводство у них калибровка это все вот представь себе такое специальное устройство дырки если яблоко через нее проскочило значит оно не получится значит конечно надо строго было потом открывайте продавец вам ящик с яблоками может быть стружки а не даже может быть специальные упаковки ровники цена этого само собой непростая это в 300 и 40 обработок за лето ядахимикатами вы представляете что мы жрем Тогда я сказал себе, дачное садоводство должно быть полностью исключено Именно в начале обрезка Несколько специальных обрезок остается Обрезка посадите, вот вы, допустим, у Сергея закажете те же яблони Вы откроете посылку, увидите, что он наполовину уже обрезан Он за вас постарался Вы будете со слезами резать или вообще резать не будете, жалко А как корме не выкормят всю кровь, она сразу больная Сразу Значит, часть крови убирается Еще-то посадки, во время посадки Это раз Дальше специальная технология посадки Она исключает все Перекопку почвы, посадку, выкопку больших яб 80 на 80 метр на метр, всю эту дурь Закладку туда на 10 всяких ингредиентов Обычно перечисляют, знаете почему? Исключает, исключает, да, то есть Вот по перекопке мне еще вопрос сразу Вот к месту я скажу Перекапывать не надо каждый год? Не надо вообще копать Даже при посадке не надо, смотрите Вы находите хорошую землю, две-три тачки Привозите, вот смотрите Сейчас на экране, представим себе, что вам это Учаточек, вот он возле озера, Левейский, очень красивый На экране, да? И вы хотите тут посадить А здесь еще грунтовые воды явно будут близко Два-три метра, у меня глаз набитый, да? И вы завозите сюда А куда деваться? Дерн трогать нельзя, это святое Там под землей будет жить половина дерева Половина, подчеркиваю И там ничего нарушать нельзя Ни одной ямочки, ни одной штыка лопаты А сверху вы привозите, допустим Тележки можете со стороны привезти Если денег достаточно, вы привезете Самосвал с хорошей землей Рассыпали, сделали полуметровой ямы Не ямку я заговорил Холмы, полония холмы В центре это же сажить, ставите И в холм садите Под ним почва не трожитая Подождите, чтобы уточнить Я уточняю Допустим, вот новая земля Допустим, привезли землю Сколько она должна быть по Ну, в сантиметрах Ну, хотя, плюс-минус Полуметра вы говорите? Ладно, уговорили Потом увидите Я лезу к себе в компьютер У меня есть особая папочка Называется «Посадка» Вот Люди, которые меня видят Они... Вы все равно раньше их увидите Вот Они увидят, во-первых Вот я эту фотографию Это уже мои ученики садят Видите? Вот Уже все Уже земля оказалась Такая страсть Смотреть сверху Холм Холм Посадка садится Раз Показываю фотографию Которая Ну, давайте ограничимся Сегодня только посадкой Засчет обрезки Я не могу У меня 269 Вебинаров позади Подчеркиваю 269 Все моменты Я рассказываю Как надо Я все равно Сейчас сегодня расскажу Давайте про посадку Ну, это понятно Про обрезку Пока не научились у меня резать Вы можете у меня Да Сажаться к Сергею К Тане А Косточки Семечки Книги мои Учебные Книги Есть бумажные Есть электронные Вот Учебные Диски Если есть Куда воскнуть Так Вот Это все ко мне И Ну, можно Приверечься Ножи Если желание Научиться Приватить Потом Я понял Абсолютно Новичок Вот Тогда получается Обрезка Это несколько Винов Которые Надо По необходимости Посадить Без обрезки Из количества Корней А Холм Допустим Корна Допустим Инвалид На всю Жизнь Он никогда Всю жизнь Будет Опрыскивать Всю жизнь Она будет Болеть Вы Потом Увидите Что я Видел Вы Курская Что я Видел Подмосковье Три дня Этот Ужас Есть На фотографиях Он у меня В глазах Постает Этот Ужас Я Нашел Три Тронутых Дерево Из сотен Остальные Были Изувечены Гребят Гребят Понятно Дерево Убирают Гребят Мхом До верхушек Покрыты Мхом А значит Что такое Бог А вы знаете На что Селиться Бог Сказать На грунт То есть Уже Не Кора Она Мертвела Полностью Стала Мертвая И Стала Грунтом Потому Что Это Уже Бог Ой Я Что смею Бог Это Уже Даже Не Грибы Бог Это Не Решайники Бог Это Уже Растение Представляете Что Творится И на это Будет Другой Раз Если Мы С вами Подружимся А пока Заканчиваем Разговар Про Посадку Получили У них Увидите Там Это Белая Пятышка Насажется Садится Строго По нему Все Что ниже Под землей Все Что выше Пятышка Над землей Иначе Соплевает Корневой шейки И основание Штамба Вот Вот Эту фотографию Знаете Как я назвал Борьба Старого Снова Тут же Галыши Это Идиотское Это Я Знаю Почему Это Подмосковье Это Был Ужас Это Ладно Это Просто Галыши Добрали На берегу А у них Они Их Красят В ярко Белый Цвет Так Красиво Выглядит Тут У меня Такая Фотография Под рукой И Внутри Начинается Подождите Я не поняла Что Что Красят Что Красят Эти Камушки Красивые Которые Округляют Которые Делают Приспортный Круг Ладно Сейчас Еще Короче Это Вы Видите Вот Где Садить Нельзя Никаких Галышей Садите На холм Один Оборот Получается Ямка Которая Все Гниет Вот Сейчас Я Вот Здесь Покажу Потом Увидите Эту Посадку Я Не буду Долго Потому Что Столько Раз Это Будет Видео Да Да Это Видео И Голос Слышит Хотя Вы Поняли Как Там Что Правильно Делать Как Вы Это Рекомендуете Да Только Вам Это Мало Кажется Что Мы Все Правильно Делаем А На Сам Деле Ничего Неправильного Все Наоборот Будете Делать И Вы Кстати Я Самое Главное Скажу Потом Пришлете Мне Бутылку Колька Получшего Пакуйте Если Вы Поймете Все Важно Я Вас Избавляю От Катерзь Труда От Катерзь Труда Вы Это Потом Поймете Первый Год Будете Когда Посадите Вот Такие Не Бороят На Холмы А Со Второго Года Вы Будете Только Красить Только Поливать Это Засухи Дикой Вот Пацаны Вы Здесь Единственного Человека Которого Я Знала Не Было Проблем У Него С Деревьями Это Мой Дедушка Он Уже Давно Умер Вот Так Сылается Тоже Он Из Курской Области Там Камутулский Район Вот Их Род Оттуда Он Был Человеком Таким Который Очень Любил Сад Любил Всем Этим Занимался Пчел Любил В общем Хозяйство Все Он Любил И Всегда Этим Занимался У него В округе Как всегда Все Говорили Люди Мы Еще Раньше В Рыбинске Жили Ярославской Области Мой Папа Военный И Вот Мы Сейчас Живем Здесь В Курской Области Потому Выбрал свою Родину Курскую Область Из-за Климата Из-за Всего Здесь Действительно Хороший Климат У нас Тут Нет Таких Всего Резкого Нет Аномальных Всяких Холодов Жар И Потоплений Все Которые Бывают Сейчас Особенно Последнее Время Вот И Вот У Дедушки У Своего Я Видела Например У Ни у Колонии Было Яблоко Даже В округе А у Него Были Понимаете И Сколько У него Огромное Количество Сортов Было Вот И Поэтому Ну Тогда Я Еще Была Маленькая Перенять Мне Было Это Не Интересно А Сейчас Конечно Уже Поговорить Несторон Вот Как Все Это Делалось Я Вначале Не мог Понять Почему Усят Убивать Деревья А Потом Понял Прежде Чем Дерев Погибет Проходит Несколько лет За это Время В сотнях Тысячах Сайтов Специальных Рекомендовано Ядохимикатов Удобрений Всего Всего Это Немыслимо Это Нужно Человеку Брать Списки Брали И Принесали Письма По 20 30 40 Неминований Шли Скупали И В это Время Дерево Погибало Они Не знали Что Если У дерева Корневая Шейка Подгибает Кстати Вот На экране Посадка По железу То То Сидор Задерн Вот Сейчас Копнет Ямку Вот Это Мой Помощник И Сюда Посадит Сажен Раз Вот Сейчас Я вам Покажу Что Такое Гниющая Комневая Шейка Вот Кстати Подлейшая Вещь Вот Это Вот Эти Вот Не Дай Вам Бог Сейчас Страна Покрелась Покрышками Сейчас Страна Миллионы Дерев Сгнили Там И Хоть Быхны Хоть Кто За Это Ответ И Сейчас Продолжается Это Самое А Вот Причина Смотри Эти С Чего То Даже Углубления Нет Просто Взяли Закрыли Этим Саву Травой Это Называется Мульсирование И Поливали Шизгнило Это Абрикос Абрикос Чей Загадайтесь Железовский Так Его Трудно Убить Его Когда Этот Абрикос Когда Обупили Полностью Он Все равно Возрадится Опять Аз Подземли Улезить А Сгнарить Уж Не Улезить Вот Это Самый Старый Абрикос Фотографии 10 лет Он до сих пор жив 40 Ведер Дает Почти Каждый Год Вы Поверите А Скажите Какой Это Сон А Это Мой Знаменитый Патриарх А Вот Эти Смотрите Еще Раз Я Вам Показал Два Абрикоса Один Тот Что Сгнил Вот Его Второй Абрикос У Этой Дамы Видите Потом Увидите Так же Закрыт Этой Скошной Травой И Он Уже Мертвый Она Еще Не Знает Этого Выражает Видите Какой Потом Увидите Вот Это Страшно Вот Это И Страшно Вот Это Первое Скажите Я Поняла Это Мне Нужно Будет Посмотреть Чтобы Понять Потому Что Я Сейчас Не Вижу Все Если Вы Видели Вот Это Горе Константинович Один Погиб А Два Во всем В этом Плодах Красота Они Все Три Были Мертвые Только Она Еще Не Знала Мы Потом Вот Тут Тоже Раскопали Так Что Ты Сегодня Все Дергаешь Вот Это Мы Раскопали И Вот Такой же Был Как И Вот Это Это Я К Тому Говорю Что Я Не Пустослов Не Пусто Звон Или Так Как Я Посадка На Холмы Или Все Гневает Абрикосы Сливы Абрикосы Гоши В первую Очередь Ну Все Будем Считать Так Что Вы Небольшой Ликбез Прошли Говорить Дальше Это Нужно Знать Сколько Двести Семьдесят Это Еще Не Все Вебинары До Этого Тоже Было То есть Триста Где-то Вебинаров По Три Часа Это Девятьсот Часов Надо Чтобы Я Вас Не Пугаю Вы Потом Начнете С Понедельника Включитесь В Вебинары Вот И Там Как Раз Повторно Пошел Новичков Вот Вы Попались Вот Так А Пока Давайте Заканчиваем Значит Второй Этап Ваш Закажите Саженцы На этом Возможно Все Закончится Но Если Заболеете Еще раз Садовод Это Не Профессия Это Диагноз Поняли Диагноз Ну Понятно Понятно Значит Тогда Все Вы Пропали Вы Пропали Алло Я вас Слышу Вы Меня Слышите Да Только Слышу Говорите У У Меня К вам Вопрос Вот Скажите Мне Что Я Могу Заказать У Вашей Татьяны Так Чтобы У нас Росло 100% Но Я Понимаю Что Там Ухаживать Это Все Мы Будем Изучать С Мужем Но Какой Сорт Взять Вот Патриарх Я Поняла Это Абрикос Правильно Могу Смотреть Я Сейчас Останавливаю Запись А потом Снова Продлю Сейчас Останавливаю Так Что Так Смотрите А у вас Родственница Хорошая Ваша Родственница Ну Допустим У вас Допустим Несколько Детей Одна Из Дочек У вас Живет В Курской Области Вот Вы Ей Хотите Переслать Саженцев Давайте Вот так Поиграем Давайте Смотрите Все Деревья Кроме Кость Допустим Что Я Ваша Дочка Все Дочка Дочка Слушай Дочка Слушай Сюда Так Светочка Белая Значит Каждого сорта Не каждого сорта Каждого вида Не меньше Трех Четырех Иначе Не будет Остающего Урожая Нужно Опаление Так Это раз Вот Дальше Получается Три-четыре Яблони Обязательно Надо Чтобы Было Летнее Яблони Осеннее Зимнее Почему Летом Кушать Осенью Кушать И еще Чтобы Зимой Хранилось Зимних Лучше Парочка Этого четыре Вот Сорта Это лучшая сорта В мире Которая вам предложена Запомните Не в России В мире Вот Прошлите годы Когда у нас Поверите Килограмм Импортных яблок Стоил Дороже Чем бедро Наших местных Было А теперь все наоборот Сейчас Чтобы продать Прекрасные До Отравленные Яблоки В Средней Азии Привозят К нам И чтобы Их продать Их Называют А Местными Но люди Знают Что местные Не отравлены И уже Есть Прошло Большой Слух Среди них Азиат Всем Называйте Сад Железовского Железовского Это Бой Так сказать Бой Считать Бой По псевдоним Азиат Придумали Железов Стал Железовский Вот Ну и получается Что Значит Повторяю Груши Тоже Перекрасные Парень Не меньше Четырех Вот Значит Летние Осенние Зимние Повторяю Представьте Какой надо Участок Иметь Чтобы Сразу Все это Посадить 10 штук На сотку Думайте Если готовы Но Садить Вы будете Не 5 на 5 Или 5 на 6 Как лучше А ровно Два раза Гуще Сказать Почему Есть Еще Понятия Гепатогенные Зоны Бедные Вы Даже Этого Не знаете Так Это значит Что Поставить туда Кровать Заболешь Раком Умрешь Посадишь Дерево Врет Если Там Это Трасса Машина Будет Ехать У шофера Свернет Мозги И он В третью Машину Обязательно Врежется Вот Это Геопатогенная Зона Вы С ними Разбираться Не умеете Значит Вам нужно Что Посадить Несколько Лишек Дерев На расчете Что Если уж Погибло Второе Сюда Садить Не будете Запомнили Да То есть Надо Чуть Больше Брать Чем Место Это Дальше Природные Условия Таковы А вот Например Опять Конкретный Вопрос Яблоню От Яблони Насколько Друг От Друга Надо Садить Вы Садите Так У вас Машинной Обработки Не будет Трактора Не будет Значит Междуряд 4 метра Садите Через 3 Если Где Там Получится Что Дерево Погибло Та же Геопатогенная Зона Вот Ураганный Ветер Знаете Как Сносит Если Переворачив Автомобильный А Яблоня Ваша Или Груша С листьями Выдержит Тем более Привитая Если Где-то Уничтожила Яблоню Было Между ними 3 метра Стало 6 Нормально То есть Садите Через 6 А через 3 С расчетом Что Не каждое Дерево Будучи Гигант Ответил Спрашивайте Дальше Дальше Так же И про Груши Так же И про Другие Делия Про Эти Да Персики Самоплодные А остались Всем Додопылители Кроме Персиков То есть Получается Надо брать Разного Сорта Получается Да Разного Сорта Зачем Одного Сорта Вот Это Мне Больше Всего Интересовало Какие Сорта Вы Мне Порекомендуете У Мне Вот Это Больше Всего Ну Каталоги Будете Копаться В каталоге И Вы Будете Думать Нет Вот Это Нет Вот Это Это Еще Ой Какие Красивые Фотографии Вы Знаете Что Фотографии Я понимаю Что Красивые Но Я Понимаете Такой Человек Мне Фотографии Вот Эти Они Мне Не Совсем Нужны Мне Нужно Чтобы Это Было На самом Деле Потому Что Фотография Это Фотография Мало Ее Сейчас Фотошоп Ее Можно Приукрасить И Все На Свете С А Бои Так Я Подозревали А Знаете Чем Кочилось Перебил Около Двухсот Планопитонника Интернет Магазинов И Каналов Присвоили Фактически Украли Мои Фотографии Хотя Там их Тысячи И даже Миллионы Знаете Почему Потому Что Они Настолько Хороши Без Фотошопа Вот А Сейчас Это Потом У вас Валидол А Сейчас Вам Валидол Не Нужен Потому Что Вы Ничего Не Видите Вы Увидите Потом Вот Вы Увидите Потом Сейчас Ну Вы Мне Все Рано Скажите Что Вы Не Рекомендуете Как Сорт Взять Например Вот Давайте Нет Только По Каталогу Я Сейчас Я Уже Не Могу Дальше Говорить Потому Что Уже Все Это Это Перебор И Начинаю Рассказывать Про Сорта Вот Ну Хорошо Летие Белба Вот Допустим Вам Что Говорит Ничего Не Говорит Я Сейчас Другое Хочу Я Хочу Чтобы Вы Увидели Что Случилось С Моим Этим Так Я Боюсь Что Мне Придется Сейчас Закачивать Влечит Копьё Так Так Я Так Хотел Я Минутку Я Очень Хотел Показать Вам Фотографии Из Моего Сайта Сайта Перепрямит Сначала В Конец Да Все Не Хочется Работать Это Судьба Минутку Когда Нибудь Заработаете Заработает Нет Сейчас Я Отключаюсь И Высылаю Вам Каталог Дальше Работать С Каталогом Дальше Вы Хотите Научиться Пожалуйста Я Допустим Потратил На вас Полчаса Вопросы И Еще У меня Два Этих Самых Каталог И Еще Два Этих Почтовых Ящика Я Работаю По 12 По 16 часов И Когда Мне Удастся Вырваться Как Сегодня Деревня Я Устал Я Черезки Заготовлял На продажу Вот Это Просто Я Отдыхал Что Вы Заготавливали Черезки Для Привива Это Ваш Следующий этап Ваша Задача Хотите Научиться Дальше Живем Рассказывать Не могу Это Вебинары 270 Ну Вообще Если У 300 Вот Это 20 Учебных Дисков Весниц Куда Восстой Диск Считайте Не ваши 300 Рубля Диск Это Бесплатно Вот Дальше Книги Есть Элементарные Есть Бумажные Тоже Учеба На Сайте Тоже Много Чего Есть Вот А Также Меня Просто Мучить Теребить А сейчас А какой Мне Выбрать Грушу Потом Какой Выбрать Абрикос Потом Какой Выбрать Сливу Вишню Я Не могу Я Вам Выделил Столько Внимания И то Благодаря Тому Что Мы С вами Хоть Решили Один Вопрос По Посадкам Сколько Людей Ошибется И Они Сгниют Как У той Дамы Знаете Как Мне Обидно Было Страшно Я Еще Ну ладно Хорошо Понятно Ну ладно Всего доброго Спасибо 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 Ну я Выставлю На канале Этот фильм Все таки Чем то Видим Поможем Вот Хохотами С посадкой Ладно Так что Войди Не это Не думайте Что я там Вас Это От Футболевый Полсиса Для меня Это Очень много Ладно Я поняла Хорошо До свидания Всего доброго До свидания Не болейте Спасибо До свидания